Мы продолжаем изучать лекцию на тему бетонная смесь. Лектор Абишева Алина Селиковна. Особенности структуры и свойств бетонной смеси. Неоднородность структуры и свойств требует применения к оценке бетона вероятностно-статистических методов и должна учитываться при проектировании и организации производства бетонных и железобетонных конструкций. Геологические свойства бетонной смеси и способы ее оценки. Наиболее важным свойством бетонной смеси является удобоукладываемость или формуемость, то есть способность смесь растекаться и принимать заданную форму, сохраняя при этом монолитность и однородность. Удобоукладываемость определяется подвижностью, текучестью бетонной смеси в момент заполнения формы и пластичностью, то есть способностью деформироваться без разрыва сплошности. Для описания поведения бетонной смеси в различных условиях используют ее геологические характеристики. Предельное напряжение, сдвига, вязкость и период релаксации. Для полной оценки бетонной смеси необходимо знать и другие свойства бетонной смеси. Ее уплотняемость, однородность, прослаиваемость, изменение объема в процессе твердения, воздухововлечения, первоначальную прочность. Цементное тесто относится к так называемым структурированным системам, которые характеризуются некоторой начальной прочностью структуры или структурной вязкостью. Структурная вязкость зависит от значения напряжения сдвига или скорости сдвиговых деформаций. Тиксотропия – это способность структурированных систем изменять реологические свойства под влиянием механических воздействий и восстанавливать их после прекращения воздействия. Представление о поведении бетонной смеси при воздействии на нее внешних сил дает реологическая кривая, которую можно разделить на три участка. Рисунок 4. Зависимость вязко-пластических свойств бетонной смеси от напряжений сдвига. А. Структурной вязкости. Б. Скорости деформации течения. На первом участке при небольших значениях напряжений сдвига сохраняется неразрушенная первоначальная структура бетонной смеси, характеризующаяся небольшой вязкостью. После достижения кристаллического напряжения, соответствующего пределу текучести системы, начинается разрушение структуры, которая продолжается вплоть до полного разрушения при предельном напряжении. На этом втором участке по мере разрушения системы эффективная вязкость бетонной смеси постоянно падает при увеличении напряжения сдвига. После того, как система предельно разрушена, бетонная смесь приобретает наименьшую вязкость, пластическую, которая не зависит от значений действующих напряжений и не изменяется при их увеличении. Геологическая модель невибрируемой бетонной смеси может быть описана уравнением Шведома-Бингома. Классическая остаточная вязкость системы, которая может рассматриваться как коэффициент пропорциональности, коэффициент вязкости между напряжением и скоростью сдвига и градиент скорости сдвига. Это уравнение характеризует поведение бетонной смеси при транспортировании по трубам с помощью бетононасосов и при укладке очень подвижной смеси без вибрации. При вибрировании бетонная смесь, ее начальная структура предельно разрешается. Внутреннее трение и силы сцепления уменьшаются. До минимума. Проявляется эффект тиксотропного разжижения и продельное разжижение сдвига становится очень малым. В этих условиях поведение бетонной смеси можно описать уравнением Ньютона. С повышением содержания в бетонной смеси крупного заполнителя и уменьшением содержания воды или отсутствием сплошной следы из цементного теста Сопротивление сдвигу значительно увеличивается. В системе не только повышается вязкое трение, но и возникает внутреннее сухое трение между зернами заполнителя. Для описания таких смесей применяется уравнение Кулона. Для получения реологических характеристик бетонной смеси применяются специальные приборы вискозиметрии, которые по принципу действия можно разделить на 5 групп. Приборы, основанные на определении скорости истечения смеси через отверстия. Приборы, основанные на измерении глубины проникания в цементное тесто или бетонную смесь конуса или иного тела. Приборы, основанные на определении скорости погружения или всплывания шарика определенной массы и размеров. Приборы, основанные на измерении усилия выдергивания из смеси эльфионных пластин, стержней или цилиндров. Приборы, основанные на вращении коаксиальных цилиндров, между которыми находится бетонная смесь.